Войска фашистской Германии вошли на территорию СССР без предупреждения, неся с собой страх, разрушение и смерть. Пощады не давали никому. Миллионы солдат и мирных жителей погибли от рук солдат Третьего Рейха. На фронт уходили как взрослые мужчины, так и юноши, которым еще не исполнилось 18 лет. Однако, несмотря на все потери и тяга до военной жизни, народ Советского Союза дал отпор немецким захватчикам. А 22 июня, дне начали боевых действий, вспоминает ветеран Великой Отечественной войны Валентин Ваганов. По радио услышали. В это время уже был приказ, когда мы пришли на площадь, там деревня, небольшая площадь, значит, уже стояли машины, призывники грузились в машины. Был, значит, шум такой, я имею в виду, ну, женщины плакали, мужчины, так сказать, вроде того, что мы вот скоро приедем. Юного Валентина Яковлевича направили на обучение в поселок под Томском Асино. Спустя три с половиной месяца его отправили на Орловско-Курскую битву. В звании старшего сержанта Валентин Яковлевич вместе с боевыми товарищами отправился защищать родину. Ну, у нас участие такое было, что на Орловско-Курскую дугу эшелоны, прямо когда первые эшелоны сибиряков туда поступали, сибиряки, значит, что? Сразу из вагонов и погнали немцев, где до 300 километров они прямо из вагонов и в бой шли. Ну, кстати, сказать, ведь немцы-то в это время были так плохо одеты там и плохо обуты. Гитлер сказал, что вот пока в Москву не возьмете, зимнее обмундирование вам не будет никакого. После этого Валентин Яковлевич получил ранение в ногу. Однако на этом его участие в Великой Отечественной войне не закончилось. Его перекинули на южные границы фронта. Как вспоминает Валентин Ваганов, это были тяжелые времена, оставившие отпечаток на всех жителях страны. Победа стала возможна благодаря самоотверженности и героизму русских солдат, которые приближали День Победы. В конечном счете войска СССР одержали победу над фашистскими захватчиками. В нашей памяти навсегда останется великий подвиг советских солдат. Сегодня главная наша задача передать эти воспоминания следующему поколению, чтобы такая трагедия не повторилась вновь.